Добрый вечер! Вы смотрите программу «События». Сегодня в выпуске. Влажное зерно доведут до необходимой кондиции на зернотоке. Социальный приют переехал на новое место. Промышленный отдел магазина «Дружба» оснащен по-европейски. А теперь на эти темы подробнее. В Речице состоялся республиканский штаб по подготовке и проведению фестиваля-ярмарки «Дожинки-2007». Сомнений в том, что все будет сделано вовремя, нет, отметил в своем интервью вице-премьер Республики Беларусь Иван Бомбиза. В повестке дня заседания несколько важных вопросов. Но главный – подготовка к республиканскому фестивалю-ярмарке. Отчет о состоянии дел представил председатель райисполкома Александр Баранов. По словам председателя, уже определены места встречи делегаций, назначены ответственные за приемы сопровождения делегаций должностные лица, разработаны образцы эскизы печатной продукции, афиши приглашения пропуска. Подготовлен справочно-информационный материал, который представлен социальным паспортом Реческого района. Изготовлена карта города Реческого района. Ведется подбор материалов к изданию праздничных номеров газет «Гомельская правда» и «Днепроец». Определено место расположения пресс-центра. Заключен договор по информационно-наглядному обеспечению фестиваля. В настоящее время представлены эскизные материалы. Определены места для их установок. Согласовано место расположения центральной сценической площадки, а также расположение и подключение оборудования для работы центрального телевидения и радиотрансляции. Определены места шести сценических площадок, где пройдут концерты народных коллективов и известных исполнителей Беларуси, России, Украины. Составлена приблизительная программа спортивно-массовых мероприятий. Обсуждены на заседании штаба и проблемные вопросы, касающиеся строительства. Вместе с тем вице-премьер отметил, сомнений в том, что все будет сделано вовремя, нет. Есть вопрос по строительству жилья. Есть вопрос, мы его сегодня обсудили. Я заявляю в Министерство строительства и архитектуры, что этот вопрос будет под самим. В всяком случае, здесь в центре строится дом, который необходимо будет пожилку сделать. И соответствующие поручения были даны. Решены вопросы по дополнительному выделению строительных материалов, по потребности по щебню, по цементу. Регулировано здесь, что та потребность, которая необходимо, будет обеспечена. Финансовые источники для этих работ, которые мы проводим, все определены. Поэтому нет сомнений, что пожилки будут проведены на высоком уровне. Обсуждены на заседании и ряд вопросов, касающихся состояния дел в сельском хозяйстве, ход уборочной, строительства агрогородков и другие вопросы. Основная задача хлеборобов – не только убрать урожай, но и сохранить его. Чтобы добиться в этом хороших результатов, в районе продолжается техническое переоснащение зерносушильного производства. Зернотоп колхоза «Червоный стяг». Сюда стекается весь урожай с полей хозяйства. Здесь зерно досушивают до необходимой влажности. В этом году уборочную начали с дождями, и первое зерно поступило с повышенной влажностью. Выручила новая сушильная установка. Эта новая сушилка у нас дает за час производительность 40 тонн, а те – где-то 10 в таком пределе. В основном на новую сушилку у нас надежда. Юрий Росликов в хозяйстве с 2002 года. На новой сушильной установке работает второй сезон. Вообще-то он в хозяйстве электрик. Принимал участие в наладке и пуске сушилки. Сложно было освоить? Честно скажу, сложно было. Ну, первых 3-4 смены очень даже сложно. А потом как-то все пошло само собой. Все определились, где что. Уже знали каждую. Каждый винтик, можно сказать. По словам руководства управления по сельскому хозяйству, организация работ на зерносушильном производстве червоного стяга – пример для подорожания. В других хозяйствах пока есть проблемы. Есть у нас проблемы в трех хозяйствах. Это заходы Комсомольск-Ведрич, где предстоит там серьезная работа по этим вопросам. А там на сегодняшний день примитивный СКУ-6. Это карусельная сушилка. И там есть проблемы. Но эту проблему мы снимаем. Мы сделали график разнорадку КХП. На КХП работает сегодня газовая сушилка в Речице. И в Светлогорске работает сушилка. То есть мы снимаем проблему таким образом. На базе «Ислейсада» номер 19 стало функционировать учреждение образования «Реческий государственный социально-педагогический приют». Сейчас в здании ведутся ремонтные работы. Дети выехали на оздоровление. Но к их возвращению все будет приведено в порядок. Социально-педагогический центр существовал и раньше на базе школы-интерната для глухих детей. Но имел недостаточно места для полноценного функционирования. Поэтому было принято решение о переводе его в здание «Ислейсада» номер 19. Теперь центр может принять не только 15, а 25 детей, оказавшихся в социально опасном положении. Улучшились и условия для оказания различных видов помощи семьям. Открыто карантинное отделение. В садике будет два центра. Социально-педагогический центр и центр коррекционно-развивающего обучения. В нашем социально-педагогическом центре мы планируем создать дополнительно карантинное отделение, в котором мы сможем принимать детей в любое время суток и оказывать различные виды им социальной помощи. Медицинская, психологическая, социально-педагогическая помощь. Это прежде всего. Они будут пребывать здесь круглосуточно, поэтому здесь с ними будут работать еще и воспитатели, психологи и другие специалисты. Решение о расширении центра продиктовано прежде всего декретом президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях, так как основная нагрузка по решению задач обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, теперь ложится на социально-педагогический центр. В настоящее время в здании приюта ремонт. Дети находятся на оздоровлении. На базе школы-интерната для глухих детей планируется ввести в строй общеобразовательную школу. После проведения ремонта и переоборудования распахнул двери один из крупнейших непродовольственных магазинов города «Дружба» открытого акционерного общества Приднепровье. Его торжественное открытие прошло сегодня. Помимо обновления торгового зала, руководство внедрило в работу магазина много новшеств. Одно из главных, считают представители администрации, метод самообслуживания покупателей. Каждый лично может оценить соотношение цены и качества. Помогут это сделать продавцы-консультанты. Дорогие покупатели, мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Нам было предложено много методов и способов его обустройства. Мы выбрали самый актуальный, самый интересный, самый современный способ. При выборе этого способа мы руководствовались желанием повысить культуру обслушивания в нашем городе. Обновленный магазин единственный в городе, где установлена система защиты от забывчивых или нечистых на руку покупателей. Стоит только кому-либо пронести неоплаченный товар на выход, как система повестит об этом громким звуковым сигналом. Также в магазине установлен посттерминал. Любой товар из предложенного ассортимента можно оплатить по карточке. Практически все необходимое, уверяет руководство магазина, можно купить здесь. Одна-две точки могут быть только сопоставимы с этим объектом, но я думаю, что на сегодняшний день он будет лидером. И поэтому конкурентам, соперникам, партнерам придется подтянуться, чтобы достигать этого уровня. В ближайших планах переоборудование по современным стандартам продуктового магазина «Дружба» на первом этаже здания. Это вся информация на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Приятных вам выходных. Спонсор прогноза погоды – Парикмахерская. Атрис – улица Конева, 17. Прогноз погоды на выходные дни 21 июля ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами дожди сильные. Грозы. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Днем при грозах местами порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем от 23 до 28 градусов тепла. По юго-западной половине от 30 до 32. 22 июля ожидается облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Местами дожди сильные. Ветер восточный с переходом на западные 5-10 метров в секунду. При грозах в отдельных районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов тепла. Днем от 26 до 31 выше нуля. Местами до 33 градусов тепла.